Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 29 июля, Православная Церковь совершает празднование иконе Божьей Матери Чирская Псковская. Чирская Псковская икона Божьей Матери – один из древнейших списков иконы Божьей Матери Адигитрия. Первоначально икона находилась в храме в честь Рождества Христова в села Чирске Псковской епархии, отчего и получила название Чирской. В 1420 году, в период правления великого князя Московского Василия I Дмитриевича на Псковской земле разразилось моровое поветрие. Усмотрев в этом кару Божию за содеянные грехи, псковичи по благословению архиепископа Новгородского и Псковского Симеона наложили на себя пост и покаяние. Больные и страждущие искали спасительного утешения в молитвах Царицы Небесной. Какова же была радость псковичей, когда они узнали о великом чуде, происшедшем в храме в честь Рождества Христова села Чирске. Отлика Божьей Матери на чудотворной иконе истекли слезы. Это было знаменем того, что Пресвятая Богородица слышит молитвы и воздыхание своих чад и посылает свою помощь в утешение верующих и ободрение малодушных. Псковский князь Феодор Александрович, услышав об этом знамени, послал священнослужителей за чудотворной иконой. Навстречу иконе из Пскова с крестным ходом вышел князь, псковское духовенство и множество народа. Во время совершения благодарственного молебна из очей Божьей Матери обильно струились слезы. Больные со страхами и трепетом прикасались к иконе и в тот час получали исцеление. Чудотворная икона была торжественно перенесена в собор во имя живоначальной Троицы. Моровое поветрие прекратилось. С тех пор Русская Церковь установила 29 июля по новому стилю праздник в честь Чирской иконы Божьей Матери «Воспоминание о великих чудесах и знамениях и прекращении морового поветрия». В память перенесения святой иконы в Псков в 1470 году в Старознаменском девичьем монастыре был построен Знаменский храм. В настоящее время чудотворная икона находится в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Особенностью Чирской иконы является то, что она имеет изображение с двух сторон. На лицевой стороне ее изображена Божия Матерь с предвечным младенцем на руках, а на обороте – Евангелист Лука и преподобный Феодосий Печерский. С обеих сторон откосы обрамления расписаны ликами святых. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Священномученика Афиногена, епископа Педахфойского и десяти учеников его. Мученика Павла и мучениц Алевтины и Хеонии. Мученика Антиоха, врача Севастийского. Мученица Иулии Девы. Совершается память святых отцов Четвертого Вселенского собора. Блаженной Матроны Анимнясевской Беляковой Исповедницы. Священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского. И с ним священномучеников Петра Гаврилова и Иоанна Можирина Пресвитеров. Преподобномученика Феодора Никитина Монаха. Преподобномученика Арделеона Пономарева, архимандрита. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью. Многое вам и благая лето!